В каком состоянии вообще находится вся концепция оранжевых революций, она не отброшена в сторону, она пока демонстрирует высокую эффективность. Почему? Потому что американский план глобализации достижения мирового государства, он ступенчатый, и в этом смысле он очень продуман. И сначала была ступенька лишения реального суверенитета разными способами всех стран на свете, но получилась со всеми, кроме двух. А вот когда ты лишен и лишил их суверенитет почти, так вроде они управляются, внутреннее самоуправление у них осталось, а суверенитета нет. Тут начинается, выходит, становится излюбленным оружием выбора, становятся цветные революции. Поскольку сама эта ситуация пока никуда не исчезает, я не вижу появления в мире новых суверенных, в полной мере суверенных стран. Методы вполне понятные, да, так сказать, вот к тебе лезет грабитель. Не, неправильно так сказать, грабители вооруженные, даже не грабители, а погромщики. Как от них защититься? А у тебя дома есть пулемет. Метод известен. А, вот. Известен, но нужно браться духу, потому что с высокой степени вероятности тебя потом за это посадят. Во-первых, тебя могут все-таки растерзать погромщики, если ты от всех не... Это полная аналогия. Если ты от всех не отобьешься, но если ты от всех отобьешься, у тебя нет никакой гарантии, что тебя не посадят. Вот ровно так и устроено. Все эти вещи легко подавляются силой. Если ты принимаешь решение отбиваться, то должен понимать, что это навсегда. Значит, помимо всего прочего, это абсолютно несовместимо с тем, что ты сам себя позиционируешь, как демократически избранный лидер. То есть это не может быть. Если тебе через 4 года переизбираться и на последний срок, и все, ты должен уходить, ха, но ты не проживешь дольше. Да, как только тебя переизбирают, ты сразу... Поэтому, если ты хочешь суверенитета, забудь о демократии.